ближайшие полтора часа я хочу потратить с вами на то чтобы зарядить вас максимальной эффективностью скоростью и той самой мобильностью которые так люблю потому что мне кажется что мы с вами мало мобильны и этому вина в первую очередь наш комфорт и наше стремление жить в относительно спокойном предсказуемом мире этот мир изменился и к сожалению мы не можем в этом мире больше жить я написал две книги одна из них посвящена мобильным технологиям вторая из них посвящена проблемам коммуникации мобильный телефон который вы так или иначе используете с одной стороны это огромный помощник в современном мире а с другой стороны он может вас затянуть совершенно альтернативной вселенной теперь вы задаете вопрос не вашему коллеге вашему другу вашему любимому человеку вы задаете этот вопрос гуглу яндексу яндекс навигатору или яндекс электричкам или какому-то еще специализированную сервису который позволяет вам это сделать так вот руководить в вашей жизни это в первую очередь четко ответить себе на вопрос например сколько времени я трачу на коммуникацию электронных медиа а сколько бы я на самом деле хотел если вы хотите вы можете меня добавить в фейсбуке в инстаграме и в других социальных сетях общее правило решетка эл бугаев это хэштег и собака эл бугаев это везде где вы можете меня найти вы можете найти по бугаев недавно мы проводили встречу в академии рестор рестор проводит встречи с любителями техники apple и там как раз техногики техноманьяки которые очень похожи на меня не покупают самые последние находки и новинки и гаджеты которые внедряют свою жизнь и это уже как я называю борьба за на нами миллиметры скорости в оптимизации потому что нет никакой очевидной явной причины покупать следующий самый последний макбук если вы не профессионал если у вас нет вопросов скорости в фотошопе вот если у вас есть эти вопросы то будучи например журналистом вы можете выиграть 20-30 тысяч долларов только на одной фотографии если вы занимаетесь репортажной съемкой это вы знаете например что хороший качественный снимок с отправленный вовремя имеет гораздо большую ценность нежели чем отправлены не вовремя вот снимок который отправляется в тортас или в другие новостные агентства первый снимок получают все сливки 2 3 уже не нужны ну просто потому что они проигрывают и и скорость в том числе внедрение каких-то вещей в моей жизни это то зачем я в принципе не не гонюсь но очень активно внедряю том числе как раз технологии но все начинается с нашего мира настоящий момент тихо и незаметно свершилась революция почему если раньше у нас была история про правила шести рукопожатий когда мы могли достучаться до какого-то человека через шесть наших знакомых то сейчас мы можем достучаться до него абсолютно напрямую в лоб с помощью электронных средств коммуникации естественным образом существуют люди которые закрываются от внешнего мира и которые не используют электронные средства коммуникации есть обратная сторона медали есть люди которые например внедряют вторую прослойку людей и отграждают вас через помощников в частности я например зачастую не беру телефон с незнакомых номеров и считаю что в современном контексте для меня это верное решение и правильное решение потому что это экономит мне время и если раньше например мы могли все предсказать все вот понятно было медленно как в титанике все шло вот куда нужно то сейчас все совершенно хаотично и быстро стремительно то есть сейчас я например себя воспринимаю как маленький звездный истребитель который очень хаотичными методами достигает нужной цели и здесь возникает вопрос вот те инструменты которые есть у каждого из нас для чего они вам в принципе на вскидку можете ли вы поделиться со мной какими-то своими жизненными целями задачами как но человеком либо как профессионалом вот какие у вас есть задачи любые не бойтесь быть а теперь внимание вопрос у кого-нибудь случалось в жизни такая штука когда работа предсказуемая понятно вы сто тысяч раз делали вот но это это факт это действительно так смотрите я сейчас чуть-чуть отвлекусь от слайда существует три типа работ которые в принципе вы так или иначе в своей области и своей деятельности делаете вещи которые буквально на предсказуем уровне технические ну то есть вы их можете делать закрытыми глазами хороший качественный бухгалтер может заглянуть на поток денег и понятно предсказуемо что в принципе там с этим всем делать в какой отчетности нужно делать и как второе это плюс теория вам необходимо еще какое-то время переобразовать ваши уже существующие навыки на первом этапе ну плюс дорастить какие-то новые навыки вот чисто теоретически вы это все знаете предсказуемо можете использовать но у вас не было такого опыта например так вот самое худшее самое интересное с точки зрения профессионала эта область неизведанного это хаос вот который здесь потому что вы не знаете что там предстоит делать вы не умеете это делать и вы даже не представляете себе что там затем за этой темнотой находится она с одной стороны интересно но с другой стороны стрёмно и страшно но манит вот я вырос в генерального директора компании из технического дизайнера последовательно идя в графическую область в креативную область и в дизайн в digital например и в какой-то момент для меня управление людьми было самым сложным с точки зрения овладения навыком потому что чисто теоретически ты читаешь книжки там управление людьми мотивация палка всякие штуки а на практике ты этого не делаешь не понимаешь у меня было долгое время вот этот теретизации но потом когда я понял что на самом деле есть еще скрытые навыки которые нужно использовать был очень интересно наиболее быстро поддаются возможности резкого ускорения как раз вопросы ну вот этого и вот этого уровня то есть ну здесь например необходимо просто очень быстро внедрять все новые функции навыки и превращать их в абсолютно внедренные виртуальные каких называем и заниматься оптимизацией на уровне вот секунды минуты качества и поднятие до 100 процентов вашего профессионализма это легко кстати на первом этапе как происходит рост профессионализма вашего вот таким вот образом от начального базового уровня сто процентов вы растете очень быстро первые там буквально 20 процентов вашего развития вы их схватываете ловите на лету самое интересное происходит вот здесь вот область то что называю вечного улучшения вот здесь вот у вас 99 и 5 и для того чтобы подняться до 99 и 9 нужно потратить несопоставимо большее количество времени для того чтобы качественно сравниться с золотым медалистом ваш области будь то ну в абсолютно любой но очень интересный вопрос который хочу вам задать а в какой категории вы сравниваете друг дружку и сравниваете ли вы себя какая работа например вам но в настоящий момент видится вашей что написано у вас на визитке значит вы отвечаете за производство какого-то товара либо какой-то услуги товар физически у него есть определенное свойство у него должно быть качество ваш непосредственно руководитель отвечает но спрашивает с вас произведен ли товар в нужное время в достаточном количестве по запросу во время соответственно сложным качеством у этого есть очень четко job description ну вот описание работы и очень можно легко формализовать большинство работ которые делают люди достаточно просто и легко формализуются придомовое хозяйство должно быть подметено до 6 30 иначе мы тебе побьем по ушам и лишим премии количество коробок которые сходят с конвейера должно быть не больше пяти иначе будет избыток производства и склад будет например там заскладирован или какие-то вещи чем выше будете расти в но в карьерном развитии тем меньше возможностей для формализации вашей работы потому что самый крутой самый продвинутый руководитель это человек который умеет работать в условиях постоянного конфликта интересов различных отделов существует градации профессий если у вас нет в прямом подчинении сотрудников то вы находитесь где-нибудь на шестом на седьмом уровне градации по методологии хэй групп или там у них есть конкурент который делает подобную работу у кого из вас есть подчиненные сколько вот вот это вот нормальная история про пирамиду и скорее всего там еще два и три уровня внутрь если идти вниз соответственно в среднем человек в современном обществе может спокойно выстраивать коммуникации и держать в памяти 150 человек в принципе вот в вашем окружении профессиональном ли в личном ли больше мозг не вмещает поэтому вы и обращаетесь футбук google календарю к другим техническим средством для того чтобы помнить не рождение явки адреса пароли проще штуки которые вам в этом помогают но когда у вас прямом подчинении больше чем 8 человек то начинает резко страдать качество объясню почему потому что но эффективное скажем так нормальное взаимодействие с людьми начинается вот как раз до 8 человек иначе ну прям шарики не склеиваются ну это я чуть-чуть отвлекся от истории max effect а давайте расскажу свою историю поиска у меня она была очень последовательная в первую очередь через личное недовольство знаете каково быть дизайнеру у которого но работа это не как у спортсмена у спортсмена все очень просто ты пробежался на метровку и ты золотую медаль получаешь либо не получаешь либо получаешь серебряную либо бронзовую либо никакую а у дизайнера всегда придет клиент который скажет ну горизонт завален фиолетовый не фиолетовый шрифты мне не нравится и логотипы в вещи в четыре раза ну то есть национальная составляющая в продукте в моем очень высоко невероятно высоко по сравнению с директором по производству меня можно вот прямо вот так вот легко взять и раскритиковать ну вот просто сказать мне не нравится вот мне не нравится и почему не нравится без объяснения причин потому что я начальник потому что заказчик ну вот так мобильный мир сейчас 78 процентов в мире уже владеют мобильными технологиями я имею ввиду не просто трубка для звонка а действительно же многофункциональное устройство в котором есть сервисы коротких сообщений в котором есть возможность запись видео сегодня очень показательно такой дядечка с рюкзаком как будто бы он едет куда-то в тульскую область охотятся на уток сидел и слушал радио но причем использовал iphone 6 для слушания радио но почему я знал потому что посмотрел интерфейс который он использует он использовал какое-то цифровое радио для того чтобы слушать это все на экране телефона для чего им это говорю очень важные тренды и тенденции которые сейчас происходят в современном окружающем мире люди начинают испытывать жесткий стресс в связи с сокращением расстояний которые сейчас полностью абсолютно размываются и с тем что на вашу личную область постоянно наползают вещи связаны с работой как это происходит если раньше например вы могли закрыть ноутбук или рабочее место и уйти ровно в 18.00 с работы и больше о ней не думать то сейчас вы несете работу с собой всегда в телефоне и это то что я называю вот размойте границ личная и профессиональная более того вы прекрасно понимаете что если вы вот проведете эту границу то вам же вот прилетит за другой стороны ровно через день через двое через трое потому что вы потеряете информацию которая является для вас важным более того информация в какой-то момент действительно является наиболее важным элементом для развития потому что в информационном мире скорость вашей реакции является ключевым показателем успехом если посмотреть на 40 производства того же товара который у вас например в бизнесе есть за последние 10 лет цикл от прототипирования до производства сократился в несколько раз и абсолютно любой бизнес который занимается даже таким понятным предсказуемым производством как гвозди например вынужден очень быстро менять свою технологическую цепочку то есть предлагать новый ассортимент сокращать сроки тестировать цены предлагать новую упаковку договариваться с ашаном не договариваться с ашаном делать какие-то вещи тестом и все это влияет на ваш ежедневный график как следствие хорошо если ваш график вы на конвейере вы пришли наломали вот собственно гвоздей нужное количество из проволоки и ушли это низко специализированная работа который требует небольшой квалификации все хорошо но у этого есть опять же большая опасность вас заменят машины если машины естественным образом будет дешевле чем мы учимся онлайн общаемся онлайн и развлекаемся онлайн мы все сейчас делаем на ходу вот это вот первые шаги которые сейчас мы только только начинаем ощущать и наблюдать благодаря этому всему и расстояние больше не является ограничителем и пределами мы живем действительно в пространстве в котором китайский производитель абсолютно любой но вот такой вот штуки физической по цене выигрывает на голову а может быть даже на 2 даже невзирая на курсовой разницу и вы понимаете что в физическом производстве товаров быть вот вчера например в кирове обсуждали про поставки меда 20 тонн из стулы в москву что вот это никогда не изменится что это такой бизнес который вот от земли что его из китая невозможно привезти да нет нифига на самом деле все возможное вопрос цены и вопрос конкретно способности этого рынка пока это просто невыгодно вот и все давайте вернемся все-таки к вам как объекту интереса потому что вы хотите вы задаетесь вопросом каким образом внедрить свою жизнь какие-то улучшения и для меня самым главным преимуществом современного мира является мобильность мобильность это ваша способность оказаться в нужное время в нужном месте если раньше например наши мамы папы бабушки и дедушки мечтали и хотели например полететь на самолете в европу у них не было такой возможности потому что был железный занавес который сейчас правда повторяется и потому что было экономически очень дорого и сейчас мы приходим снова к этому то на поведение не вот фактор доступности географии в последние 30 лет очень изменился ваши путешествия посмотрите на последние 10 лет просто где вы побывали большинство из вас побывало в совершенно разных удивительных уголках земли как земного шара и эта мобильность это очень круто это очень здорово мы даже перестали этому удивляться для меня что удивительно что люди перестали это воспринимать как некоторое чудо у меня брат берет ноутбук подмышку и говорит я полетел и говорю куда в этот раз он говорит на кубу величё забыл говорит ну просто там тепло сейчас все на распродаже билеты купил виза не нужна полетел через две недели вернусь вот у него формат работы такой и когда я очень жестоко завидуя спросил себя а почему я не могу себе этого позволить оказалось что я не мобилен вернее я мало мобилен вот это мало мобильность она у каждого из нас свое собственное в принципе эта степень свобода либо несвободы в том числе как раз через высокий пост чем более высокий пост вы занимаете тем более высокий уровень ответственности и необходимости принятия решений от вас требует ваше окружение то есть например тяжело президенту крупной корпорации взять и слинять не знаю на кубу на две недели от него требует принятие решений в условиях как раз вот этого переменчивого хаотического мира поэтому большой вопрос куда вы движетесь по карьерной лестнице потому что там наверху есть стеклянная но как бы история в которой вас будут очень серого контролировать и требовать но принятие решений чем больше организация в которой вы находитесь тем больше формальных или неформальных правил которым вам требует соответствует я когда в этой истории оказался знаете для меня был большим шоком что мне пришлось какой-то момент сдать билеты я 12 месяцев не был в опус в отпуске и у меня уже билеты были на новый год и мне сказали сдаешь билеты делаешь тендер мы тебе это все конечно же компенсируем по двойной ставке не вопрос но ты нам нужен я понял что все вот я золотая птичка в золотой клетке с прекрасной зарплатой с бонусами с машиной но вот прямо не не управляемый собой то есть абсолютно и это не мобильность моя в тот момент когда я спросил себя каким образом необходимо изменить эту ситуацию оказалось что существует определенной степени свободы которые необходимо опять же разрулить и решить в вашей опять же ну и естественной деятельности физическая свобода меня вроде как никто не ограничивал ну то есть у меня ну как бы нет тюрьмы надо мной я не не сижу в тюрьме у меня все хорошо но я не свободен был в совершенно другом плане в финансовом под физической свободы я подразумеваю в том числе как раз ваша способность выполнять определенные спокойные естественные действия которые может сделать любой человек вашего возраста физическая свобода этого возможно взять например бревно и перенести его на субботнике как дедушка ленин легко и спокойно не напрягаясь и не запыхавшись если у вас например существует какой-то физический дефект в вашем организме то вы физически не свободны если у вас есть одышка если у вас там был инсульт или какие-то вещи связанные с организмом то вы физически не свободны уже по факту но это данность у меня была неприятная история в одессе я потерял на время слух причем на оба уха как-то по глупости я пошел купаться в августе на винсерфе и простудил оба уха но ветер такой был холодный и мне надо было выступать я понял что как профессионал я в этот момент попал ну представьте себе я выступаю я что-то сам себе говорю о вас я не слышу вот это для меня был удар под дых вот серьезно я задумался как мне во-первых внедрить свою ежедневную деятельность защитные механизмы во вторых как сделать так чтобы после меня осталось хотя бы там книжка запись выступления после этого написал две книги как раз для того чтобы ребенку было чем сказать но мы недооцениваем наши руки наши ноги наш мозг как инструменты которую каждого из вас по умолчанию даны вот эта физическая свобода мы считаем что она у вас безлимитно всегда будет бесконечно вот такая свобода времени вот здесь мы как правило все не свободны почему потому что есть огромное количество людей которые на вас рассчитывают чем взрослее вы будете и чем вы будете продвинуть ее тем больше у вас будет людей которые находятся на иждивении как в прямом так и в непрямом вот у меня например александр леонидович такой иждивенец в семье помимо взрослого поколения это мой сын ему сейчас три с половиной года естественным образом он не зарабатывает он учится мобильным интерфейсом забирает у папы то ноутбук то планшет еще какие-то вещи вот за год он научился фотографировать например приходит папа да и камера хочу тебя фотографировать я надеюсь что из этого когда-нибудь кстати получится вполне себе профессиональная история развития но фотографом я ему быть не советую потому что это очень высоко конкурентная среда в которой сейчас зарабатывать практически можно только на хобби скорее инвестировать свобода времени свобода денег они очень вместе ходят ну вот здесь вот как раз мы приходим к общему поникну когда я спрашиваю люди вам чего надо не говорят хочу ну как бы время творить игре окей хорошо вот тебе четыре часа рисуй картины не не могу картина потому что постоянно мозг занят как там дети игры значит и не свободен значит у тебя есть необходимость заботиться о других и это твоя функция который тебе необходимо выполнять данная мать уже там 20 лет мне это все обрыдло я уже не хочу этим заниматься это мне уже ну вот здесь вот сидит это как раз к вопросу про монотонность вашей работы игорь купи няню нагреть не могу игру почему 40 тысяч рублей ну все да утыкаемся соответственно вопрос цены для меня вот эти все формулы которые встречаю сейчас на макс эффекте они очень просто выкладываются в два параметра какое количество времени вы способны просуществовать в режиме вот абсолютного творчества независимости от других людей сколько времени у вас есть для того чтобы жить творить и не ходить на работу в днях либо в месяцах соответственно вот это вот ваш физический уровень свободы в выражаемый в контексте времени у кого есть какие показатели к этому вот на скидку вчера в кирове мы это упражнение сделали за 20 минут но можем с вами повторить просто за 10 попытаться сделать это гораздо быстрее берете выписываете 10 самых ключевых ценностных активов которые есть у вас настоящий момент которые вы можете продать наследовать либо передоверить вашим детям вашей семье все что-то чего стоит достаточно серьезного квартира машина бизнес не знаю сталинская премия от дедушки формате золотого кубка ну тоже актив принципе либо ежемесячный кэшфлоу который приносит ваш бизнес при условии что кто-то в нем работает опять же не верю что абсолютно сто процентов бизнес отчуждаем без вас настоящий момент ну хорошо если это так и в результате вы покупку получаете некоторую сумму которую у вас есть в качестве на творф ваша стоимость английски но это суммарная стоимость оценки ваших активов суммарная стоимость того что можно продать после вашей смерти ну вот я очень сурово каждый год я на творф оцениваю по своему бизнесу и по своим активам машина depreciation cost минус 20 процентов год сейчас она мне предложили купить за 400 тысяч сказал ребята я конечно все понимаю но не по такой цене например я оцениваю в 650 и понимаю что истина где-то посередине несмотря на то что я покупал как миллион четыреста четыре года назад соответственно если вы все распродаете вас что достается у вас есть определенная стоимость редко кто среднестатистически готов похвастаться тем самым красивым миллионом долларов хотя на самом деле сейчас это вообще ну цифра которую можно достичь любая трехкомнатная квартира в москве это уже как минимум 400 тысяч долларов вот на скидку если у вас там в наследство от бабушки и дедушки досталось две квартиры вы миллионер поэтому для меня сейчас один миллион долларов это вообще но как бы такая понятная достижимая история которая к сожалению сейчас изменением экономической ситуации стало сложнее но потому что потому что где где эти 35 по сравнению с текущим курсом мы все понимаем спросите себя второй показатель сколько вы тратите ежемесячно как правило люди об этом не задумываются и проблема как раз в персональном управлении финансами наймите себе человека который просто вас будет палками пинать 3-4 месяца это того стоит люди серьезно пинать для того чтобы у вас была история ваших финансовых трат записанная вами лично либо бумаги либо в личной бухгалтерии либо в компанийской бухгалтерии наймите себе человека который будет из вас эту цифру вынимать хотя бы там на уровне нескольких месяцев у вас появится история трат у меня история трат длится с 2001 года когда я сказал в 2006 я полезу в ипотеку для того чтобы полезть в ипотеку мне нужно 4 миллиона рублей пока у меня ноль сказал себе в 2001 первоначальное накопление капитала у кого есть достаточно серьезный первоначальный капитал который вы использовали для бизнеса и который был вашим в дальнейшем опять же этапом раскрутки вот если вы этот путь прошли прямо молодцы здорово вы понимаете вчера человек сказал первое хочу федеральную сеть кофеи на 60 миллионников вернее так 11 городов миллионников в каждом должно быть как минимум три точки если правильно помню так чтобы их было в среднем 60 оборот должен быть по таким-то параметрам чистая прибыль 500 тысяч рублей с точки хочу чтобы это все приносило мне короче в сухом остатке 60 миллионов рублей в месяц игру нифига себе у тебя людей там должно быть как минимум 300 человек он грида я все понимаю мне посчитано игры инвестиции первоначально считаешь он грида игры что с этими деньгами делать будешь дальше им говорит построю вертолетные площадки говорю о интересно говорит куплю робинсонов 44 скорее всего в лизинг построю по до урала вертолетные площадки мне бы в ноль выйти для того чтобы просто инфраструктуру построить и требует это все 200 миллионов рублей игорь нифига не 200 потому что если ну как бы посчитать посмотреть там будет ну под побольше но тоже понимаю что нужны опять же вот те ресурсы которых он говорит в шаге первым игре дальше что будет делать а дальше буду творить добро и заниматься семьей все но как бы есть плана на 15 лет я сколько тебе лет он говорит 26 игру пока молот набьешь шишки но я думаю что к 40 у тебя все случится если ты последовательно будешь вот это все фигачить делать ну то есть вот вам раскладка по time and money time and materials которые ходят друг с другом вашей личной жизни смотрите если у вас нет ценности свобода то я здесь лишний я вам ничего передать не смогу когда я осознал свою несвободу и немобильность в корпоративной работе то для меня началась задача опять же с поиска медной ложки которая начала копать вот этот вот ну побег граф монте-кристо сначала избавиться от необходимости арендовать квартиру в москве второе построить бизнес который развяжет мне руки третье заниматься добром преподавательской деятельностью вот тем чем я занимаюсь сейчас свободное от работы время к сожалению ребенок от этого страдает кстати сегодня ну да ладно так вот у меня есть параметров в месяцах свободного времени четыре месяца в году я могу не работать 4 из 12 то есть я свободен на одну треть своего текущего графика летом я провел соответственно полтора месяца в португалии вместе с семьей мы там катались ездили каждый день совершенно ману в прикольные маленькие городки которых там просто навалом сейчас мы летим в нашу любимую дачу на пангане и у нас там все уже проверено зарезервировано год назад мы все без заменения там все хорошо это мы пробудем до марта соответственно но я не могу утверждать что я на сто процентов мобилен вот смотрите здесь еще есть еще интересные свободы которые называются свобода границ и здесь но вы понимаете о чем я говорю да что нам сейчас запрещают на уровне государства например какие-то вещи которые я не будучи например там в отношении государством не могу это решить я работаю над этим ну то есть отношу это к высокой степени приоритета развиваю отношения с товарищами из министерства иностранных дел для того чтобы так или иначе решать вопросы с визами с паспортами со вторым паспортом с дипломатическими всеми делами и прочими штуками ну и вообще шведский паспорт это прекрасная история которая как бы на горизонте в 20 лет вполне себе решаема и свобода языка которую мы как правило почему-то все мне нужен английский язык понимаем зачем почему и как но вот начинаешь человеком говорить вот а какое количество денег ты вложил в это какое количество времени ты вложил в это сейчас гандапаз для меня например открылся совершенно с новой стороны он написал что он выпускает новую книжку на английский рынок и сейчас он трое но три вечера по моему из всей недели занимается английским для чего для того чтобы стать нам спикером и докладчиком но для того чтобы новые рынки осваивать там есть еще свобода мысли свобода воли изъявления свобода чего 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 но это пока честно но это такие высокие абстракции о которых можно даже не задумываться потому что если у вас пока свобода на уровне времени вызывают вопросы то вот вот объект вашего внимания контекст времени у кого есть четкий ответ на вопрос сколько вы вчера спали часах 123 но вот уже лучше да потому что это ну как бы важный для вас параметр который вы так или иначе так на скидку ну вот приблизительно понимаете хорошо спали до на 5 из скольки вот я сегодня спал на 60 процентов потому что спал я в купе поезда екатеринбург москва он был очень сильно вы отапливаемым в три часа ночи это просто ударило потому что в нашем купе не было воздуха я проснулся естественным образом пошел надавал по ушам проводницы сказал что спать невозможно скалоди лесом тут все спят и всем хорошо почему-то ты один такой тут я в этот момент взял в сообщники женщину с ребенком которые спали в нашем купе они тоже проснулись подняли ор и сказали нет нифига на самом деле невозможно спать мы добились того что она понизила температуру в вагоне на 4 градуса вниз соответственно проветрить все вот это вот еще дополнительно можно спать дальше но качество кислорода для меня например это обязательный параметр который я уже на вскидку эмоционально оцениваю и могу вскинуться и сказать блин я не дышу мой мозг в этот момент страдает это опасно мне выступать завтра и вот это вот все история про показатели эффективности которые вы в том числе ну для вас сон например является объектом пристального интереса но эмоции можете ли вы сказать насколько вы счастливы сейчас на 5 кто из вас счастлив сегодня хороший секс ну вот второй вопрос хороший секс хороший кофе хорошая машина комфорт не торопясь мозг не 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 в загоне вот это все показатели которые в результате создают вам некоторую картину например а дальше еще не забыть позвонить например там маме папе и сделать так чтобы они в свою очередь начали быть счастливыми вот здесь очень интересная история потому что вопрос возникает куда руководить мы с вами с одной стороны руководители все но я надеюсь что это так но для меня например всегда каждый раз вопрос начинается разговор с самим собой малыш говорю себе я у меня такие отношения с собой хочешь руководить займись собой начни себя своими поступками своими действиями вы транслируете миру гораздо больше нежели чем ценности утверждение прочее я сегодня в парикмахерскую залетел буквально на 15 минут постричься и смотрю по телевизору там краем глаза человек говорит я бы очень хотел встретиться со своим отцом на 12 лет мы с ним не пересекались игорю не верю ты врешь ну вот прям у меня такой диалог если бы я очень хотел встретиться но это цена вопроса сейчас сначала позвонить договориться о приезде и соответственно встреча да там все это декларация это никакого отношения не имеет к реалии человек просто хочет казаться таким поэтому возникает вопрос где ваша степень развития где у вас больше всего болит скажите мне вот на вскидку большинство людей сфокусированы вот здесь вот даю подсказку потому что кажется что в деньгах закрыта вот все я бы купил здесь и возможность поехать к папе на золотом мерседесе приехал бы ему купил бы дачу и жизнь наша с тех пор 12 лет вот все то в плохих отношениях в криках и в разговоре тут же моментально бы изменилось и стала бы и стал бы папа меня благодарить ну благодарить так вот так в принципе так не бывает естественным образом потому что папа горит дача твоя ты мне подарил трехэтажную а я ждала тебе пятиэтажную а давай-ка ты в швейцарии еще домик нам построишь и вы идете начинаете строить доме огромное количество людей которые приходят в обучение ко мне например они говорят я построю дачу маме игры с мамой разговаривали на эту тему нет говорю цели чьи ваши или мамы мои игре какая дача должна быть для мамы вот такая чтобы она там ходила как по футбольному полю а потом ты начинаешь как бы человека подталкивать к разговорам говорит возвращается говорит слушайте что-то мама действительно сказала как я это все убирать буду ну вот так вот на вскидку вы когда-нибудь пробовали эксплуатация дома в три этажа двумя руками но это вообще не подъемная задача там надо нанимать сразу как это в обслуживающих персонал двух малайдийских женщин которые над ними еще должна быть русскоговорящая женщина чтобы они все это понимали ну вот серьезно с точки зрения эксплуатации больших помещений я прекрасно понимаю что это такое возникает вопрос куда руководить ошибка которую мы все делаем мы ищем деньги а надо сначала перейти к свободе времени вот кто из вас завтра может абсолютно серьезно на сто процентов взять и не пойти на работу вот сказать я сегодня выходной прямо большое количество поднятых рот крадут радует меня абсолютно сильно никогда так подумали ай типа все брошу и и типа и не пойду и это правильно это кстати у меня было в тот момент когда я был третьим человеком в регалии ну как бы отверха у нас там был президент группы компании президент компании и я соответственно там человек который подотчетен на втором уровне в рамках компании я мог позволить себе не появляться в офисе там три дня например выторговал себе спустя какое-то время ну вот такую вот услугу да то есть смотрите при этом на звонке ну то есть там на связи и если что-то не так полыхнула нет нифига на самом деле вот здесь возникает вопросы да вот так а считается а считается или не считается вопрос смотрите сформулируйте пожалуйста себе задачу какова я сейчас следующая качественная цель в изменении в управлении вашим временем то есть я например себе сформулировать следующее будем ломать систему по шагам сначала себя выторговал пятницы половинки приходить в офис не в десять утра как все а в 12 потому что я мог готовить аналитические отчеты по пивному рынку дома совершенно спокойно или в шоколаднице в одном шаге от офиса я сказал ребята у меня есть продукт который полгода готовится который ну вот я занимаюсь им сам и у меня есть мои подчиненные аналитики я им фигачусь занимаюсь и мы его презентуем вы все знаете периодичность важность этого продукта хайникин его ждет как маны небесные дайте мне время мне нужно два часа в неделю на подумать в библиотеке не сказали бери иди ну вот как ресурс я сказал о сработало хочу еще соответственно попросил подписку на корпоративное издание с точки зрения ресурсов дали и помощников которые занимались технической работой тоже дали вопрос торговли мы все почему-то живем в модели когда нам денег подавая а я попросил там но историю про молодых подаванов которые стоили компании гораздо дешевле чем ваши цели в настоящий момент и куда руководить ваша задача в этой жизни вот если очень высоко взять опять же мы все хотим быть наверху учить ну вот так вот чтобы нас любили чтобы мы были богаты и здесь возникает вопрос вам чего быстрее надо славы или денег опять же многие говорят я и умный и красивый что же мне выбирать тут в общем хочу и славы и денег и все нормально за мне самооценка и все в порядке игру не 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 подождите сначала определитесь пожалуйста ну как бы по шагам стратегия она либо через медийность либо через монетизацию но медийность это соответственно вы залезаете в телевизор становитесь не знаю бородиной в доме 2 а потом это приносит вам доходы через корпоративы или через какие-то вещи либо наоборот вы становитесь президентом очень крутой конторы и нифига не в медийный потому что по правилам этой конторы нельзя выступать на конференциях как я узнал в какой-то момент у нас там показательно выгнали человека с высокой позиции когда он пришел и на профильной конференции рассказал о цифрах своей компании но вы понимаете о чем я да вот соответственно есть люди которые в этом мире живут например и продолжает и это для них нормально очень интересное правило которое я услышал от лёши кекулова я компания продукт мы живем в мире в котором процесс обсуждения продукта проходит через три этапа соответственно люди смотрят на вас и делают некоторую оценку эволюэйшн нравится ты мне не нравится ты мне если все окей можем говорить дальше мы этот путь как правило знаете как проскакиваем мы достаем визитку и говорим так с вами разговаривать не просто леонид бугаев а с вами леонид бугаев представитель фонда арбат капитал у которого на визитке написано что маркетинг консалтан и все по-английски и красиво например там у меня есть такая визитка на из 8 и вы говорите я это вот я вот эта компания я сити банк я проктор я марс я юни левера я на стиле я все что угодно но только не и после этого сигарет ну все понятно это же бренд ну ну ё-моё ну все все круто и вы в дальнейшем опять же уже договариваетесь совершенно на других условиях про продажу услуги либо продукты потому что у вас есть за спиной тот самый бренд компании который вас спасает это при условии что если вы работаете в крупной системе которая выстроила грамотную маркетинговую коммуникацию которая вам это позволяет делать фигово если вы рулите своим собственным бизнесом и у вас нет хорошей компании у вас нет пока еще продукта в этот момент смотрите что происходит компании нет либо вы являетесь представителем этой компании это все в одном то есть я равно компания а более того в рынке консалтинга например удивительным образом это все срастается в одно вы компании продукт в одном лице вот я сейчас например делаю эксперименты консультирую руководители которые хотят точно также получить мобильность и свободу я понимаю что им пофигу какой компания называюсь им нужно гораздо важнее видеть продукт который они хотят получить и там идет безумная торговля за разряда через сколько денег я должен пройти цикл определенные через какое количество месяцев они получат результат то есть я говорю все зависит от вас ребята потому что я же не знаю как вы бегаете по стадиону в чем тут стадион игре ну вот представьте вы хотите золотую медаль вы меня как тренера нанимаете но при этом я еще даже не видел ваши тренировочные забеги ну то есть ни о чем пока разговор давайте сначала выйдем стадион проверим ваши возможности потом побежим и сейчас для меня продуктивность очень важное открытие последнего года вот смотрите все в рынке так или иначе начинает даже не будем касаться наших гуру вот недавно я был на очень знаковом выступлении дэвида аллена который приезжал в москву очень крутой человек рекомендую вам купить его книгу getting things done gtd эта система разбора физической информации которая на вас наваливается и выгрузки и и в формате записи чтобы вы не хранили это все в голове все в папочках хранить я себе поехал в икею поехал в офисный магазин господи кому скупил папочек и сейчас у меня голова чиста как вот прям храм по методологии дэвида аллена я ощутил свободу в планировании очень круто так вот эффективность не равно продуктивность а продуктивность для меня это ваша способность выдавать продукт настоящий момент и будучи заложником опять же крупной корпорации я понимал всегда что я маленькая толика и маленькая часть вот этого вот огромного продукта который там то есть там предлагая хайники но полугодовой рынок пивной с точки зрения исследования понимал что это вот вот такая вот маленький кусочек огромного пирога который ему предлагался как продукции как услуга наша задача сейчас очень четко понять что от эффективности современном мире мы должны перейти к продуктивности к вашей способности пересекать финишную черту и печь пирог в результате вот у вас должен быть как у хозяйки какой-то ну продукт более того вы должны на этот пирог еще ценник поставить еще и продать его либо он сгорит и он в какой-то момент его придется выбросить потому что любого продукта в современном мире есть конечность у меня есть любимое место где мы с семьей фотографируемся жена меня фотографирует поэтому она в этот раз не в кадре но и все время у нас такая проблема всеми спрашивают а где жена горюжина фотограф блин в нашей семье мы это делаем раз в году вот именно с такой пальмой у которой там уже начинают виснуть от старости листья то что она стареет и у меня волосы там начинают выпадать уже сашки у сашки все хорошо с волосами а у меня все похуже для меня это отчетный период вот я мысли категориями год вот пять лет у меня свобода это там от двух до четырех месяцев в среднем за год я посвящаю семье посвящаю возможности поболтать с женой пообщаться с тещей которые мы теперь берем с собой и это очень круто ну вот для меня это показатель успешности сейчас мне кстати гораздо сложнее с тисном зубы приходится это все выруливать но потому что бюджет изменился но потому что месяцы вот количество месяцев остались а количество денег она ровно в два раза увеличилось но прямо по бюджету сидишь идешь считаешь и думаешь блин может это краснодарский край потом говоришь ну как то так не хочется знаете ли вот у кого есть мечта в как правило мальчика спрашиваю в зафиксированное в каком-то материальном чем-то будь то большая покупка из разряда машина либо квартира ну вот что то такое есть нет не у всех кстати вчера в кирове сказали говно машина через наши дороги не пройдет я сказал ладно давайте представим что здесь range rover спорт который внизу стоит черными литыми дисками они га это михеича который да и я понял что михеич у них самый крутой там в кирове потому что все знали чья эта машина прям вот да 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 там форум миллионеров все все приехали значит на автобусе один михеич только на раньше ровили спорт классно вот кто из вас на вскидку может сказать при там самой базовой начальной комплектации цена вопроса сколько 2 ну вот ягуар соответственно да это ягуар 2 мало уже не 2 ну короче вот вы видите разброс вот это типичная история когда мы начинаем задаваться вопросом цена вопроса свободы денег начинается с четкого понимания вашего бюджета задам вам очень интересный вопрос сколько стоит ваш человека час на рынке клиенту выставлены до ваш человека час вчера путем несложные кстати альфметических выступлений я могу вам точно так ждать вы можете прийти к этой цифре у вас есть зарплата гипотетически она равна 100 тысяч рублей по экзоту вы должны работать 40 часов в неделю предположим это неправда и вы работаете 60 часов в неделю что близко к правде 60 умножить на 4 недели количество часов берете зарплату делите на количество часов получаете вашу искомую можете сделать час ну задачка арифметическая очень простая о моя любимая цифра прямо в рынке вчера точно также все сказали 500 600 знаете ли вы людей у которых есть вообще в принципе в мире оценка стоимости человека часа ну на порядок или на два порядка выше у вас такие друзья есть к нолику нолик дорисовать еще на порядок это на один порядок больше не 500 рублей 5000 рублей она два порядка да есть то есть чисто теоретически люди такие но как бы не не из космоса они в принципе присутствуют в нашем мире я знаю абсолютно нормального человека юриста из нью-йорка который у него ценник 500 долларов в час и он говорит я еще такое знаете такой средненький скромный на при том что у него там дом в пригороде две машины и ну и дети учатся уже в колледже я себе таргетом поставил например в какой-то момент цель 15 тысяч рублей за час клиентский понял что многовато по факту у меня сейчас на пятнадцатый год оценка 12 500 в час жена смеется и говорит ты меня когда возишь в детский сад ты мне чё ценник выставляешь такое типа я тебе как должна бартером вернуть игру хорошо вечером разберемся с тобой как у нас там идет бартерная оценка отношений каша сваренная ею она мне тоже астрономические ячейки выписывает это кстати как создается креативная экономика к вопросу про есть замечательная история отдельно от этого расскажу как надувается ipo есть один бизнес есть второй бизнес один бизнес предоставляет услуги на миллион долларов второму бизнесу и вот так вот в течение дня они оборот прокручивают невероятный рынку показывает что у них все цветет и пахнет а потом они это все выходят на ипио и продают как экономический успешный бизнес деньги приходят в бизнес а дальше все соответственно ломается и рушит но абсолютно серьезно есть люди есть клиенты которые совершенно спокойно покупают клиент креативного директора в рекламном агентстве по цене 12500 ну то есть и в консалтинге это тоже вообще не потолок ни разу ну я знаю людей которые двадцатку в легкую ставят за час своей работы в москве при прочих равно вот сравните от рублей в час 5000 рублей в час десять тысяч рублей в час у меня вот это объект моего пристального внимания интереса потому что я там хочу оказаться в течение следующего года ну то есть я не могу расти прыжками тигрин ими я могу шаг за шагом туда двигаться а у кого из вас есть четкое понимание что у него вот 10x вот здесь вот ну как бы реализуемое достижимо за счет определенных действий это стратегия просто она раскладывается на определенное количество шагов опять же необходимость продукта необходимость услуги необходимость предлагать этот ценник необходимость не стесняться у меня сейчас нутрициолог тренер приходит который меня консультирует вопросом был сброса веса гритленечка я понимаю что в какой-то момент недооценил себя пришел человек через четыре месяца к этому он горит у меня все часы расписаны чем не делать игры цену подымай что тут еще делать он горит я не я боюсь игра почему боишься ведь но они же обидятся верю кто обидится люди которые у тебя сейчас уже как бы покупают и говорят хочу еще и покупают на четыре месяца твоей работы вперед обидится эти не обидится эти скажут ну блин работа идет то есть но таракана в голове много абсолютно но для меня вот это вот ну просто математическая задача которая называется избавиться от лишних таракана в голове стать самым быстрым самым лучшим и самым интересным здесь я нашел опять же отношения спорте я хреновый бегун абсолютно у меня вчера там по кировской вот этой заснеженной трассе темп был 8 но у меня есть достижение у меня есть достижение московский марафон три раза и мы встречались с человеком который сразу такой горит темп расстояние говорю вот 15 километров бежал короче час 38 горит ты чё вообще там черепахой шел то есть ну час двадцать это ну как бы история в час тридцать нормально час тридцать восемь что-то там еще делал вообще-то там был ветер и снег горит снег ты мне врешь в одессе то грину там был дождь да ладно хрен с ним это реально был очень сильно дождливый день поэтому я там какое-то время прятался во время забега но цифры очень четкие показатели опять же как вы спите как вы зарабатываете время в деньги деньги во время вот это арифметика очень быстро ходит и самое главное здесь смотрите фокус руководителя который я например начинаю задавать самому себе это какое количество микроизменений я могу внедрить в себя так чтобы это все показать своим подчиненным которые очень быстро начинают понимать что от них требует ну хотя бы ну вот здесь вот там ну и 15 километров но блин но хотя бы 400 метров ты пробеги играть нет я не могу мне так тяжело произвести 0,2 единицы продукта в сутки игры вот вася стоит рядом с тобой производит восемь штук вопросы будет нет ну вася же это вася говорят и тогда кто если ты 0,2 и вот это начинается уже разговоры приходит и просит денег время время является самым базовым самым ключевым контекстом использования оценки вашей успешности либо не успешности в современном мире то как вы эффективно либо неэффективно расходуете тот самый ограниченный ресурс дает мне понимание того что в вашей жизни есть либо нет у меня кстати за последний год была ценой но лишние полчаса времени ошибка которая стоила мне не до заработанных 700 тысяч рублей я вот так вот тренинг вел в какой-то момент не уследил за тем что мне надо вовремя и не дочитал его и не купили еще тренингов на 700 тысяч но корпоративный клиент моя помощница мне теперь это все время вспоминает существует ритм год полгода месяц неделя день и час и минута это такие измеримые инструменты которые есть у кого есть оценка в дне по часам но кто измеряет себя по часам у кого есть оценка по 30 минуткам помидора помодора тайм у кого есть оценка 15 минутками у кого есть оценка семь с половиной минут один из триатлонистов которых я наблюдаю в своем окружении встречается со своими подчиненными и говорит у вас есть три с половиной минуты на то чтобы озвучить проблему три минуты на то чтобы предложить решение и за 30 секунд должен вам сказать право вы или нет все это должно уложиться соответственно семь с половиной минут почему семь с половиной минут потому что это кратная 15 кратная 30 кратная часу только он не может себе позволить тратить целый час на эту то есть в его категории времени задача должна быть решена в наименее емкий в наиболее емкий квант времени вот встреча для него это вполне себе история которая теперь ужимается с часа а а любая корпоративная встреча для меня это час ну там типа 15 минут кофе вначале всем все налили сели тетрадки разложили но чем мы сегодня обсуждаем поговорили поговорили потом разошлись ну не меньше часа серьезно когда вы начинаете это умножать на количество людей в аудитории там не меньше двух и не если 12 человек уже набралось это ту матч по мне так в принципе хотя бывает корпоративной встречи на 24 человека и на 300 человек в принципе я задаюсь вопросом мы тут что хотим похоронить сразу вот ну время нашего отдела количестве там 5000 долларов давайте лучше в боулинг сходим там их потратим ну потому что вот прямо начинаешь считать и все понимаешь спросите себя что вы сделали за последний год 2015 и вот сейчас у нас 20 декабря практически можно елку ставить у нас осталось 10 дней какие большие значимые достижения у вас произошли в жизни похвастайтесь стремно весело и стыдно хэштег весело и стыдно это называется я уже знаю это сюда маленьких аудиториях наиболее весело наиболее стыдно как правило почему-то больших аудиториях студенческих они говорят я короче первый курс сдал у меня ни одной тройки зачетки а мы там бухали всю ночь и вообще прямо игра как это в деньгах измерить не знаю неважно хорошо ладно в деньги это все переводится очень простым образом либо вы перевалили эту большую вот ну стенку либо нет либо вы продолжаете карабкаться и эта стенка отодвигается еще на год и вот это отодвигается 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 это в результате не построенный дом не купленная квартира не съездены в отпуск два месяца или хотя бы две недельки и не сделанная карьера почему потому что никогда вот никогда 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 я очень прошу вас стратегически относитесь к контексту планирования времени самым простым и очевидным образом для вас сейчас будет взять и на бумажке разлиновать и расписать ваши года жизни до приблизительно восьмидесятого года когда вам 80 лет конечно же вы можете сказать почему так мало кукушка бугаев ну почему не до 100 почему не до 120 я хочу жить до 140 сказал бентри денисов например у нас на занятиях игре не вопрос тогда пожалуйста ну подтверди мне что ты хочешь активным образом зарабатывать деньги до 140 лет и у тебя будет в трезвом уме и здравой совести в инструмент которым ты сможешь это делать и зарабатывать иначе ты столкнешься с проблемами старческого маразма альцгеймера ну или как минимум но потребуется большое количество сидела которые тебе в этом будут помогать не вопрос но как бы только брось курить сегодня тогда ну хорошо что начал например сейчас там более серьезно относиться к вопросам питания планирование времени там ходить на каток с семьей проводить время в забегах и прочее прочее очень важная история смотрите у вас есть ориентировочно до 80 лет активная фаза жизни мы с вами уже люди все взрослые судя по вашему составу вижу вы все за 30 более-менее так уже но добрались до девочки не обижайтесь но если вдруг я ошибся я ошибся до 18 мы с вами добрались так вот смотрите наиболее продуктивное с точки зрения возраста и энергии годы это годы активного формирования организма но там у нас другая проблема у нас нет профессиональных навыков от 18 до 25 мы только формируемся ну то есть этот путь мы с вами прошли сейчас у вас стадия зрелости и стадии энергии как раз когда необходимо очень серьезно задаваться вопросами поддержки вот этого блока энергии здоровья почему-то так сложилось что в нашей профессиональной среде мы не уделяем этому много времени много внимания у меня у самого были моменты когда я тратил на врачей половину своей суммы зарабатываемый год но потому что цирроз на горизонте и все вот это вот рекламный креативный рынок он очень-очень выгораем с точки зрения того что принципе есть поэтому вы зарабатываете какое-то время умноженное на вашу энергию и получаете деньги у гандапаса кстати один из последних тренингов которые на синергии показывал он показывал процессы как они перетекают там в юношестве вы фигачите энергию в деньги гасите себя в старости вы соответственно делаете все наоборот потому что у вас теперь есть деньги нет энергии нет здоровья так вот время умноженное на энергию на ваше здоровье и на те инструменты которые есть у вас дают вам оценку вашего человека часа либо 500 рублей в час либо 5000 рублей час либо 10 тысяч либо 15 либо потолок который вы можете найти в простом человеческом сравнении с лучшим представителем вашей профессии под лучшим представителем вашей профессии я подразумеваю того человека которого вы знаете как самого классного самого экспертного самого озвучиваемого на рынке которого все знают они им пишут все журналы, и у него все зашибись. Оставляем за кадром вопрос еще, кстати, подтверждения этих вещей, потому что необходимо их перепроверить. Но я, например, очень четко знаю райдер Игоря Манна. Он вчера точно так же уехал из Кирова, помахал рукой форума миллионеров, потому что у него там был день выступления за день до меня. Ну, я знаю, сколько он стоит. И это дает мне понимание, вот сколько у меня есть еще дорастить, как бизнес-спикера, как кейноут-спикера, ну, как бы до самого лучшего в нашей профессии. Ну, берем Левитас, Гандапас, Манн, кто у нас еще? Радмила Лукич умер, к сожалению. Есть зарубежные звезды, но туда, опять же, английский язык и свобода, которые я вам показывал, как ограничитель роста. Над чем я работаю? Ресурсы других людей. Ресурсы других людей — это нетворкинг. Это ваша возможность либо сказать, друг, помоги мне построить дачу. Ты офигенный архитектор. Можно я тебе не буду денег давать? Можно я тебе бартером? У тебя, конечно, стоимость человека часа 12500, но мы же с тобой на одних горшках в детском саду сидели. Какали. Поэтому давай ты мне по дружбе поможешь. Вечером сядем, налинеем, вот прям придумаем дом моей мечты, и я тебе в ответ за это проконсультирую в твоем бизнесе архитекторском. Как у меня это происходит постоянно, например. Я прошлую субботу провел в гостях у человека, с которым мы на моем выступлении познакомились. Он меня позвал, например, к себе на дачу и рассказал, как он сэкономил минус 4,5 миллиона рублей только на строительстве. У него строительство — это два месяца, активная фаза. Без необходимости бурить, без необходимости строить, и он сэкономил на порядок. Он показывает, рядом за забором стоит такой недостроенный замок, 10 миллионов рублей, 10 лет, и там до сих пор даже первого этажа недостроено. Я говорю, вообще как это бывает? Он говорит, ну вот чувак построил просто себе такой дом мечты, и все. Синхронизация целей личных и целей командных. Вы понимаете, что чем больше ваша задача, чем больше ваш проект, тем больше нужна ваша команда. В одиночку вы не можете построить большие значимые цели. Это беда и проблема, которую мы с вами не осознаем. К креативному фрилансеру многое доступно, это факт. Но вопросы масштабирования. Потому что вот у этой цены есть, к сожалению, фактор еще спроса рынка. Там, где начинаются вкусные ценники, приходят ваши молодые конкуренты, которые готовы говорить, а я вам эту работу сделаю не за 5, например, а ну хорошо, за 3 500. И вы сталкиваетесь с молодыми голодными студентами. В этот момент навыки продажи. Ничего другого. Вот смотрите. Мое выступление может стоить от нуля до 350 тысяч рублей. Вот я в такой рамке цен нахожусь. Два часа моей работы. Но я очень четко понимаю, какие продукты, за какую цену предлагают какому рынку. Корпоративному ли, студенческому ли, форуму миллионеров ли, Сыктывкар, Киров, Москва и Нью-Йорк. Это совершенно разные рынки и совершенно разные вещи. Птицы высокого полета – это те люди, которые принимают решение покупки, и с ними необходимо развивать отношения заранее. Это человек, который находится выше вас по социальной лестнице, либо у которого есть устремление, которое рано или поздно… Бей посуду, я плачу. Который рано или поздно обскачет вас в той области, которая является объектом пристального интереса. То есть это может быть быстро растущая птица высокого полета. Используйте, пожалуйста, технологии, потому что они как коммуникатор, так и возможность общаться и сохранять все эти навыки. Ну, образно говоря, книжки – это общение с давно умершими лидерами и с птицами высокого полета для меня. И развивайте осознанность, пожалуйста. Почему? Потому что осознанность – это очень четкое понимание. Окей, у меня есть деньги, у меня есть время. Что с этими деньгами и с этим временем я буду делать сразу? Для меня очень показательным был вчера вопрос. Потому что люди активно отвечали, или они сказали, не-не-не, я точно не буду строить вертолеты с Робинсом. Это вообще сумасшедший план. Он говорит, да нет, вы не понимаете. Вот это вот разность людей. То есть при общих водных один рынок, два человека, они будут делать совершенно противоположное действие. И вот это как раз вот те отличия, в которых мы сейчас существуем. Четкое понимание, что вам нужно делать с временем, с деньгами, со свободами, с сотрудниками, с развитием вашим. Куда вы хотите идти, к чему вы хотите. И где вы хотите оказаться, это ваша личная осознанность. Которую вы в том числе транслируете окружающему миру. И это уверенность ваша, которая считывается людьми, рынком. И в завершение, собственно, успех начинается с того момента, когда вы понимаете, вот человек успешный, все видно, вот вы знаете этого человека, вот вроде как вот все, да? Билл Гейтс. Для меня он успешен не потому, что он построил мультинациональную компанию, а потому, что он построил социально ответственный бизнес вторым порядком. Фонд Мелиссы и Билла Гейтса. Задача которого уничтожение малярии, как мирового зла. Вот это для меня гораздо более важная задача, которую они сейчас решают. Потому что Майкрософтом он не управляет с 2000 года, если вы не знали. Успех начинается через внедрение, потому что необходимость действовать. Вот мы сколько угодно можем сидеть, слушать, записывать тетрадки. Для меня очень простой вопрос. Какое количество текстовых знаков из моей вот такой вот же тетрадки, которую я точно так же исписывал вчера на выступлении Олега Бармина, например, перейдут в мой ежедневник? Ну вот, в количество тех действий, которые необходимо реализовать, в 24 ограниченных моих человека часа, которые есть точно так же, как и у вас. Успех через внедрение — это самое главное. Вчера я, когда увидел, что человек бегает вокруг там по озеру, я сказал, блин, надо 5 километров пробежать. Я себе как бы это написал. У нас сейчас огромные возможности есть, в том числе я бы хотел с вами провести как можно больше времени, но меня подпирает следующий герой нашего романа, поэтому я буду сокращаться. Не расскажу вам сейчас про суперинтерфейсы, это про возможности сейчас. Вот, очень важный слайд. Оставлю вам в виде презентации его сейчас. Это характеристики, которые каждому из вас необходимо развивать в личной и профессиональной деятельности. Сфокусируясь следующим образом. Физикал — энергия, PHQ. Эмоциональная энергия, EQ. Интеллект — это IQ. Как правило, мы фокусируемся на IQ, а необходимо развивать и то, и другое, и третье. И вот здесь вот необходимость развивать смыслы — это, знаете, волшебники, сказочники, которые конструируют красивую идею, в которой, например, через 140 символов можно достучаться до другого человека, и появляется твиттер. Или какая-то новая безумная штука. Сначала в которую не верят, а потом почему-то верят. И потом она через 2-3 года только-только начинает приносить деньги. Я вам пришлю эту ссылку через организатора, соответственно, можете не переживать и не сохранять себе ваше устройство. Все равно пусть у меня в слайдах, мой слайд сохранится. Не успели? Нет? Вернусь. Хорошо, давайте. Вот этот слайд, сфотографируйте его. Я пронесусь по оставшимся, чтобы у нас все-таки было все вовремя. Все? Сделали? Черт! Вот, проигрывает самое быстрое. Это для меня еще один показатель. Смотрите, технологическая пропасть. Если раньше было хорошо 10%, в среднем средний класс 60%, все плохо в 20%, то сейчас будет технологическая пропасть, потому что сужается вот это все вот до таких вот страшных вещей. Богатые, обеспеченные, неплохо живут, барахтаются. Барахтающихся будет больше. Цифровой разрыв. Вам необходимо просто осваивать это и учить. Самореализация, социальное признание вашей профессии и действия, сила денег, умение зарабатывать, смелость развиваться и управление людьми это 5 показателей любви и возможности развивать вашу профессию. Еще раз повторюсь, это вот когда вы говорите работа тошная, вы не самореализованы, например, или нет социального признания. Да, вот покопайтесь в этом. Скажите, люди, похвалите меня, сделайте так, чтобы меня похвалили. Получите премию, например. Смартфон, интернет, мобильность это то, что необходимо просто развивать, потому что это технологии. Продажи в обязательном порядке. Для меня сейчас очень явным показателем интереса к мобильности есть то, что вот такие клиенты, как Google, Toyota или МТС с Билайном приходят и заказывают корпоративные тренинги на эту тему. Ну, то есть этого рынка есть. И в качестве последнего слайда у нас стартует буквально в этот понедельник MaxEffect.Максимальная эффективность. Это серия онлайн-курс, который длится 21 день, задача которого внедрить все то, о чем я говорю, в ваш ежедневный календарь. Это серия вебинаров, которая проходит по понедельникам, по четвергам в 8 часов вечера. Вы получаете рабочую тетрадь и неотвеченные, скажем так, невыполненные домашки вы не проходите на следующий уровень, не получаете доступ к следующим занятиям. То есть, ну, как бы это практика в первую очередь. Потому что там как раз моя задача как преподавателя и как тренера добиться того, чтобы вы все-таки ответили на очень важные вопросы самому себе, куда двигаться, какие ресурсы нужны, что вам необходимо для этого. И вот это все. 21 число, это завтра. Чем заканчивается? Заканчивается в какой-то момент у вас на руках есть рабочая тетрадь, которую необходимо реализовывать. И вы... Ну, честно, я могу показать слайд. Человек, например, сказал, хочу встретиться с Брэнсоном. Бац, и у нее случилась возможность, она увидела на мероприятии Брэнсона, пошла с ним, познакомилась, сфотографировалась и говорит, теперь, ну, как бы общаюсь и делаю. Я там не был, кстати, очень жалею об этом. Вы единственный спикер этого мероприятия, или кто-то еще будет привлечен? У нас будет еще вопросы питания и вопросы сброса веса, как самое часто задаваемое, скорее всего, и вопросы финансов. То есть еще два человека, которые будут по своим темам выступать, пятое и шестое занятия из этого списка. Специально для вас промокод МАКС-2016, сайт SOMA.RU, на слух очень спокойно записывается, SOMA.RU. И в течение ближайшего времени, вот, собственно, до понедельника, до вечера, промо-цена, которая есть, 9500 рублей, это специально для вас, по этому промокоду. Либо обратитесь к моей помощнице Полине, polinasobakanordic.me. Ну, вот это e-mail, по которому вы можете с ней списаться. Но в понедельник мы стартуем и мы начинаем уже новую жизнь. Сейчас там, по-моему, 16 человек уже в группе, поэтому мы их закрываем через 4 человека. То есть у нас группа ограничений в 20 человек. Все. В качестве дополнительного подарка я очень рекомендую вам вот эту вот штуку Spritz. Есть русскоязычная версия, просто ее нужно будет поискать. Она позволяет скорочтение. Почему-то все считают, что чем больше книжек вы будете читать, тем быстрее у вас все получится. Я в это слабо верю, признаюсь честно. Но эта штука, которая позволяет фиксировать глаза именно в этих красных тучках, и тут начинают мелькать текст, и вы читаете всю книжку в 4 раза быстрее. Технология используется... Тренажер или... Да, это как тренажер, но сейчас эта технология уже использована через мобильные ридеры в больших... Устраиваемые. Да, 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 да. Вы можете почитать, поискать в Яндексе. Но Spritz теперь внедрен уже в большое количество книжных ридеров. Это секретный ответ на вопрос, как ты, Леонид, успеваешь 5 книжек в неделю читать? Но в том числе благодаря этому. Моя миссия — помогать людям выходить на новый уровень максимальной эффективности, в том числе через управление времени. Поэтому я сейчас не буду забирать у вас ваше личное время. Надеюсь, что вы начнете двигаться в сторону MaxEffect максимальной эффективности и не будете падать после этого вниз, потому что провалы — это тоже проблема. Для меня большой вызов — это 4-й марафон, который будет в сентябре следующего года. Задача — выбежать из 4-х часов. Надеюсь, это так будет. И приходите, пожалуйста, на MaxEffect. Он у нас очень скоро. Мои контакты. Еще раз. lbugaev.ru facebook.com slash lbugaev.page Заходите, лайкайте, напишите что-нибудь в ответ. Понравилось вам, либо нет. Что вам понравилось? Хэштег «Решетка лбугаев». Спасибо большое за ваше время. Это самый ценный ресурс, который есть у каждого из вас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok